Так как это получилось, знаете, я очень люблю всякие мероприятия, и в итоге получилось, что я, наверное, засуетился. В основном я их организовываю, и как-то не случалось у меня с оптимого творческого вечера за всю мою творческую жизнь. И сегодня вот это состоялось, и состоится. Ну, почти все, может быть, некоторые не знают, что я себе представляю. Я художник, поэт, ну, еще можно добавить, странник. Вот это, пожалуй, если понимать эти понятия как метафоры, то это очень полное представление обо мне. Сложите. Ну, сегодня я здесь буду... Ой, я пришел. Говорить, в общем-то, наверное, о своей поэзии, немного говорить. И сегодня еще будут некоторые наши исполнители, и все это наше сообщество, которые... О, я пришла. Некоторые из них написали песни на мои стихи. Это тоже интересно, но и кроме всего прочего, они еще и похвастаются своим творчеством, несомненно. Ну, и так я начну. Я пишу о многих жанрах. И поэтому, собственно, я создал себе такой черновичок, которым в краткой форме себе примерно пометил. Ведь как много получилось, наверное, не все. Вот, пойдет в наш вечер. Ну, так иначе, я буду как раз вот по жанру. Первое и главное, что вошло в мои тезисы, это, конечно, понедельник самой поэзии. Поэзия, как таковое, для художника, который полностью сосредоточен в изобразительном искусстве, это такая вот отдельная страна, перед которой, конечно, можно быть просто в восторге. Поскольку совершенно выпадаешь из привычной жизни, ты начинаешь мыслить иначе. Итак, о поэзии. Поэзия, ты боль и благодать. Мне, как немногим, выпал редкий случай, Таинственно и радостно слагать картину мира из простых созвучий. Сумев однажды жадным сердцем внять и распознать ее язык певучий, Я смог, как Бог, над низкой жизнью встать и проницать земных запретов тучи. Но дабы я свой дар не осквернил, банальной человеческой гордыней, Господь огромное мне сердце дал. И я в себя весь этот мир вместил и полюбил без меры, И отныне, мишлась я самым уязвимым, стал. АПЛОДИСМЕНТЫ И, как правдно, поэт. Это, пожалуй, мое собственное представление о том, что же такое поэт. В безвременье, где вечность и покой, Где разумом судьбы неомрачимы, Где зреют меж блаженством и тоской Безмолвной прозорливости причины, Текут неиссякаемой рекой непознанных значений величины, А некто изъяснит одной строкой Весь смысл до сей поры неизречимый. Он источает изначальный звук, Предвосхищая речь волшебой метафор, И чувством нарекает имена. Не пачкаю агрилу пальцев рук, Он, быть и я, неистощимый автор В назначенные им же времена. АПЛОДИСМЕНТЫ Природа поэзии Все начинается без слов, С еще невнятных ощущений. Так воплощается любовь задолго до прикосновений, Как том грозы издалека еще спокойный мир пронзает, Так в грудь невнятная тоска бесплотным аспидом вползает. В душе мелодия растет, подсказывает сердце ритмы, Вникает разум в смысл, И вот слова слагаются в молитвах. Тогда мы можем доверять Сердечный трепет словословию И все по имени назвать, Но состраданием и любовью. АПЛОДИСМЕНТЫ А почему у него микрофон? Ну, слышно. Хочется каждое слово. Работаешь? Да. Так, я попробую. Попробую. Поэт. Я счастлив, здравствуй, солнышко сказать. В апреле все в моей душе отрадно, И летом, когда первая гроза, И осенью под вихрем листопада, А этот вот чудак, прикрыв глаза, Придет Бог весть куда-то безоглядно, Октябрь смурной, весны ли береза, Жара ли грянет стужа, Ну и ладно. Какой-то он не тот, И мы не те. Но нашей суете и маете Он чужд и равнодушен к нашим драмам. Но мы не вправе чудаку пенять, В нехитром нашем бытии, как знать, Всегда он будет беззащитным самым. Дальше. Моя любимая пятичетка форма. Сонет. Прощайте. Сонет. Я очень много пишу сонетов, И, ну уж очень, понимаете, Емкость такая, всего 14 строк, А все, можно сказать. Я слаб и мал. Я стар и зол, я груб, Смешон врагам, а для друзей не сносен, Неостролумен и, пожалуй, глуп, И ко всему в очках на толстом носе. Но кажется мне, я могуч, как туп, И но раз выше корабельных сосен, А голос мой звучнее горних труб, И ясен чистый взор, хоть облик грозен. За что уничтожаю я себя, И что меня так развеличить может? Что ставит меня выше всех похвал? Нежнейшая из женщин, Полюбя, увидела меня в толпе ничтожеств, Таким, каким я свободу был. Сегодня тьма, особенно пустан, Так словно я впервые создал вечер, Над белым мраком чистого листа Мгновенной мыслью знак дворца очерчен. И создан мир с начала до креста, Перобестрастно жребий судит, мечет, И суть творения стала бы проста, Когда бы не сама судьба предтечи, Когда снимается своей души Блаженство оттиск он для мироздания, Когда любовь и нежность он вершит, Нет для творца счастливей созидания, Когда бы не обязанность решить, Как поделить печаль и страдание. Лобрав витами ров свои крыла, Затнив полнеба их свободным махом, Орел парит над миром, Как над прахом поканья уязвит его стрела. Так пальма, опершись на мощь ствола, Способна небо заслонить филлахом, Но до той поры, пока ее поплахом, Не рассечет топор или пила. Моя душа, так уязвима ты, Вобравшая в себя суть мироздания, Бессмертим своим равна творцу. Высок полет земной твоей мечты, Но вмиг, когда тебя пронзит страдание, То, кажется, весь мир пришел к концу. Никаку священнюю. Мне повезло, меня окружают талантливые люди. Вот знаете, наверное, это естественная дифференциация. Старая школа, она такая пугала. К нам приходят встречательные иногда люди, Но они как-то очень быстро отсеиваются. И у нас получилось огромное, Поповольно огромное сообщество, Которое состоит полностью из талантливых людей. И нет ничего удивительного, что некоторым из них, И, в общем-то, и многим из них, Я написал посвящение. Это действительно тоже один из моих любимых жанров. Мои детки. Борис и Алеша, Полина и Анка, Снегирь и Воробушек, Маг и Фиалка, На землю смотрел зачарованный ангел. Борис и Алеша, Полина и Анка. Скрипичный царица Москвы, Леонорий Дмитрия Аркав. Мы собрались на краешке земли, Бог весть, как долго грезли с начала, Волной приливной нетерпенья, Вяло качало предвкушение кораблей. Чужие мы друг другу не могли Поведать, что со всеми нами стало, Прощаясь с этим берегом, Стало с собой у нас Лишь пепелищ угли. Но песен паруса Разъяли мысь, И коручи, зачерпнув волну рукою, Пылающие лица нам омыл, И мы забыли прожитую жизнь, Когда псалом, Испомненный покоем, Нам в тайне звуков Истину открыл. Акрасонет Светлана Степченко. Она великолепная айтистка, Мой друг давнишний, Который, к сожалению, давно уже не видел, Но она есть, Она замечательная музыка, Она так и осталась. Светлана Степченко, Акрасонет. Слепцы, Сцепившись цугом, Мы брели тернистый путь на ощупь, Понимая, есть, пить и спать, До уголок сарая, Приют, который мы достичь могли. Червонец ведь, Медяк мы обрели, Едва ли мы на них достигнем рая, Нас за какой-то грех, Господь карая, Брести заставил по тюрьме земли. Одна была нам радость, Наш певец, Судьбу свою связав навеки с нами, Вознесся он над тяготой, Вознесся он над сумраком тенет, Его, побудря слепых сердец, Таинственно возжиг творец, Как с нами, А нам внушил Возможность видеть слез. Музыка Валентина Римеевича. Я счастлив этот мир себе откалить, Чем никогда, тогда уж лучше поздно, Пыль не вздымая, Не колебля воздух, Войти в него и быть, И быть, и быть, И заново сладчайшее прожить Со всеми вместе и со всеми розно, И задохнуться, Словно дух морозный, Главнейший звук в своей судьбе И спить. Вот-вот, вот, вот-вот, И я смогу туда войти, Куда сейчас ты погружаешь руки, Перебирая суть всего и вся. За живицы царственной, Душа лети, Вникая в непостижимые науки, Меня над низкой жизнью вознося. Это пьянная царица Москвы, Татьяна Рубина. Таинственно мерцает черный лак, В узорочи теней глуждает в створах, Мед света источает люстры злак, И шелестит цветок душистых ворох, Крам полу. Блескочей, как зодиак, И шепот нетерпения, как шорох, Ковчег раскрыт служителям, И мрак ложь боя вскипает В его древних порах. Выходит жрица в кипине кудрей, Не шагом медленно, Но поступью неспешной, И ропот отступает, как отлив, И с рук простертых звуки, Как елей, Стекают в мир беспамятный и грешный, С тем, чтобы каждый стал чуть-чуть счастлив. Леночке Орловской. Ко многим прежним радостям давно Моя душа привычна безучастна. Как в этом мире все заведено, Ей умудренное, к сожалению, ясно. Она взыскует неустанно, Но я убеждаюсь часто, что напрасно, И как-то изнутри повреждено то, Что для глаза выглядит прекрасно. И вдруг судьба расщедрилась на миг, Открыло небо то, что мы не смели, И нас беспечный ангел посетил. И он запел о свете, И достиг его призыв всех тайных подземельей, И нам сердца для радости открыт. У меня есть настоящий друг. Все-таки последний настоящий друг. Знаете, как по жизни? Много друзей не бывает, А они взяли и умерли все. И вот она, она старушка, И она настоящий преданный друг, И всю жизнь и сопутствовала, Тобачникова Майя Саула. Когда из слов привычных ни одно В начало дифферамбы не ложится, Всего постели чистые страницы Под замершей рукой, над ней рукой. Но ведь знаю я, как много мне дано, А образ твой в душе тепло струится, На чередой неведомые лица В сознании возникают за дно. Войну под кровом и ласковой души Селиться упрекаянным и силым Ты вылечишь любовь. Души не дуг, но, Майюшка, Одно меня страшит, Когда страдается ядер со всем миром, Пробьется ли к тебе твой старый друг? Когда, например, удивительного Человеколюбия, Майюшка помогает Всех, вот всех буквально. И иногда лукавый человек Притворится в несчастном И получает от него замечательный Загрузчик. Юрия Мугманова. Ой, закладочка. Кто любит Юрия Мугманова? Закладочка мог бы подарить. А? 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 В камне творения В основу всех наук В величественном гимне созидания Прообразом восторгов и страданий В плетен предвечный изначальный звук. Как отражение всех блаженств, Всех мук, Как всех мечтаний грешных Упования связующие нити мироздания Перебирает пальцы легких. Все бытие На шесть певучих жил В единственной гармонии На вито И вверенном взыскующем рукам, Чтоб музыкант явился И открыл всем чудо, Что в душе гитара Сокрыто И подарил И посвященный нам. Аплодисменты Длинная. Но все равно. Недавно ему исполнилось 90 лет. Это Андрей Шпай. Пой хороший друг. Наш замечательный музыкальный день Один из последних 20-го столетия. Вот ему исполнилось 90 лет. Но, правда, Это посвящение Не лично ему, А его произведению. Однажды он написал Симфоническую фантазию Переход Суворова через Альпы. По этой теме Мы как-то вместе были связаны. Я туда даже в Швейцарии Ездил, специально По Суворовским тропам прошелся. А тут оно прозвучало Это произведение. Его премьера была В Союзе композиторов В большом зале. И, собственно, Вот с этим все связано. С Тверской По-газетному Нет лучше Брюсов Под арку Сминая гранитный бордюр Куда прошмагнули Озявшие музы Как я Предвкушая Триумф Увертюр В дубовом подъезде Раскланившись с кем-то Взлетаешь на небо А в литерный ряд Улыбка седовой Натянута ленты Но машет Программкой Великий собрат И вот колокольчик Рассыпался лями Воспел татаритский И вышел как хлор Незримо созрев Как огонь Под уголями Возрос Из пепитров Звенящий аккорд И Альпы Пронзили Торжественный воздух И люто ударили В стяги Снега Сомкнул Своей рати Солдатский апостол Как хлеб Преломляя Седой Сен-Гатард Разъяли Трамбоны Ущельями скалы Разлили Волторный Долин Благодать И ветер Фанфарный Знамена Листая Помчался На тризму Товарищей Звать Последние Поверки Печальные Ноты И гордые В славе Аккордом Сплелись И в медь Возвратились Но высшее Что-то Впиталось Живительно В чуткую Жизнь Великий Собрат Улыбнулся Встала Смиренно Ступив В рукоплещущий Зал Амуза Акустики Рядом Витала Вплетая Овацию В бурный Финал Из тьмы Переулков Тверская Манила Себя Предлагая На всех Языках Но вдруг С воскресенья Полночь Пробила Невнятно Молитву Славься Великах Лёня Фролов Помните Замечательный Такой Мажорный Неудержимый Человек У меня Огромная Душа Век Любить Не налюбиться В волю От восторгов Жадных Чуть Дыша Я весь мир Готов Объять Любовью Чтоб Меня Пронзили Краски Дня И волшебство Мне дарили Ночи Чтоб Любили Женщины Меня И ругали Мужики Не очень Чтобы В вечной Книге Бытия Всерю Сутью Я запечатлялся Господь Помилуй Это я О семье Огромной Разболелся Я и вправду Патриархом Стал Сам Себе Родил Народ Счастливый Но Сегодняшний Мой Идеал Щедр Безумед И Такой Красивый Я В нее Втекаю Как Ручей Наполняю Грудью Словно Воздух Я Конечно Как и Был Ничей Но Она Мне Ночью Застит Звезды И Готовый Целый Мир Приять Я Одну Ее В себя Вбираю И Я Счастлив Жить И Драть Петь И Плакать По Дороги К К Дорогу К Дорогу Ему Это Будет Долго Еще Один Жанр К 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 Но Поскольку Многие Поэты Нашего Сообщества Не Будучи Моими Учениками Доверяются Мне То У Меня Есть Счастливое Право Их Полукать Побуждать Подталкивать Подпихивать Заставлять Работать Дидактическое Письмо Мурашкин Юрий Иванович Нашего Приветствую Тебя Мой Добрый Старый Друг Я Не Писал Тебе Поскольку Видел Часто Хотя Б В месяц Раз Но Старая Школа Каста Нас Собирает Вкруг Чтобы Разделить Нас Су Речь Твоего Стиха В моей Душе Жива Забуду Но Есть И Для Сомнений Пища Кто Как Нестарый Друг С тебя Беззлобно Взыщит Когда Приявишь Ты На Славный Лавр Права Увы Отят У нас Последний Аргумент Поскольку Не Спросясь Господь Распорядился Пусть Вдохновением Ты По Праву Окровился Куда Не Вознесись Ты Только Инструмент Городы Не Леспесь Как Нас Не Выручай Цель Замысла Творца Нам Не Постичь Не Править Мы Только Инструмент Мой Друг К Чему Лукавить Начнем Же Помолясь Хотя Бо Не Узначай Бог Знает Для Чего Нам Дар Счастливый Дан Но Согласись Мой Друг Что Он Не Наказание Мы Каждый Раз Своё Созыждем Мироздание Ответственность Неся В нем За любой Изъян Из Адва В стиха Творя Свои Миры Гармонию Одну Имея Эталоном Дерзаем Мы С тобой Не Как Во Время Она Но Мудрость Вплетена В условии Игры Где Норов Показал Презрелим Закон А И Там Где Мы Себе Позволили Беспечность Усердием Веков Возделанная Вечность Как Нива Чудака Всегда Несет Урон Откланяюсь Тебе Что ж Будь здоров Мой друг Увидимся На днях По скриптуме Добавлю Ты Очень Доровит Ей Бог Не Укавля И Береги Талант От Бесовых Услуг Немножко Длинное Но Зато Весел Это Я Повреждал Своему Ченка Писать Октаву Он Талант Я Его Учу Потихонечку Он Даже Стал Союз Летераторов Здесь Кстати Еще Сидит Одна Моя Ученица Талант Жужа Она Тоже Стала Едоволь Союз Летераторов Вот Она Не Только Художница Она Еще И Коэль А Это Мои Задание Для Костика Задание Для Костика О Пользе Буриме Мой Верный Ученик Вообще Радений Когда Нет Средства Затвердить Урок Я Предложу Тебе Стихотворение С банальной Страхой Восемь Строк Творцу Который Во благодарение И ты Строк Восемь Выдохнуть Бум Поверь мне Костик Из поэтов Тени Бравый Кто Больше Прозы Не Разлюбил Октавы Представь Себе Что Рассказать О многом Ты Вынужден Храня Изящный Слог Повудрствовать Поторговаться С Богом Или для Славы Изыскать Предлог Сам Посвети Неплощадный Уже Слог Он Могряч Ему Девиц Любви Долог Я Помню Да и ты Пожалуй Знаешь Что Чем Ловче Соврешь Тем Меньше Потеряешь Итак Начнем Мы Спутник Напарнас Хотя Болы Придывал В подвале О том Как Прачер Нас Любовью Спас От Вымирания Женщина Печали Я Постарел Ты Ты Миловелась Но Ведь Мы Когда-то Счастье Знали И Нас Морочен Без Весенней Грезы Мы Тоже Рифмовали Слезы С розой О чем Тупишь Я О любви А там Бессмерти Напролёт В тоске И лени Гулял В садах С единственной С дам Пока Не Совратил Зловредный Гений Его Перекусить Чуть-чуть А там И отдохнуть У дам Меж коленей И Нас Порой Ни Ветя Не Спасала Покуда К Знанию Плот Не Попуштала Теперь Уже Знают Даже Пионеры Что Даром Только Волосы Нас Господь Нас Вверг В бетонные Пещеры Заставил Есть Балык И Колбасу Плодиться Без Разбору Пить Без Меры И Что-нибудь Искать В чужом Глазу А так Как Мы И В этом Приуспели Он Поселил Мы Отказались От Пристрасти Грешных Достойные Потомки Что Нечас Мы Плачем И Пораем Безутешно От Нить У нас Есть Средства Про Запас Еще При Бытии В Едоле Здешней Мы До Того Постигли Чувств Науки Что Научились Криховать От Скуки Так Мы С тобой Поэты Для Забавы Доверчивых Употребляем Ус Пусть В буре Моя Ветхие Ус Издалека Внимая Умиленный Как дети В рай Крадутся Незаконно Грешно Конечно Дар употреблять Не для Благословенных Изысканий Но Коля Хвост То Изволь Вилять Творец Основан Вселенской Ткани А мы Куток И Наш Талант Как Знать Возникнул Из Его Же Понуканий А Коля Всяк Поэт Борью Дышит То И Ее Подосмотрел Всевышний Вот Мы И Богохульствуем Мой Друг В отце Подозревая Наши Страсти На Логика Вещей Замкнула Круг И Видим Мы Во Всем Творца Участие Где И Лебезность Бесовых Услуг И Вдохновение Составляют Счастье Где Даже Наши Шалости Моменты Единственные Картины Комбан Леннер Есть Такая Дисциплина Октябрь Достало Б Красок Жарко Тлить С природой Вместе Сердцем Иступленным И Копытом Как Медью Просвенеть В пейзаже С золотом Небрежно Окропленным Как Легким Ветром Кистью Прочеркнуть Мозком Небрежным Постепенным Елем И Стылом Бликом Вниз Холста Мокнуть Хочном Гладь Прудой Рябью Еле-еле Еще Бах Еще Бахнуть Сыростью Лощин И Течь По небу Журавлиным Клином И Мастихином Взбить Каскад Морщин Пейзаж Наполнив Воздухом Полынным И Нужно Возвращаться Но Душа Нацепенение От Восторга Впала И Я Бреду И Внеблю Как Шурша Чужие Ноги По Листре Устала Браво Ну Вы же Извините Я Не все Найду Сполню Я К сожалению Плодовит Невозможно И Все Влич Просто Некому Времени Магия и стиха. Время лукавым мог не спастись, Мне разве что стихотворение Страфу не доскажет. Держись, и вынужден я по неволе Все, что написал, перечесть. Безмоги лекарства боли Среди этих буквок есть.